Газовый вопрос оставил без тепла 70 тысяч жителей Смелы в Черкасской области. Начнется ли там отопительный сезон в этом году неизвестно, ведь из-за многомиллионных долгов нафтогаз отказался подавать топливо частной компании, которая последние 7 лет обслуживает город. Что собираются делать чиновники, выяснял Станислав Кухарчук. Урок французского в 11 классе Смелянской школы. В кабинете плюс 14. Отопительный сезон в городе должен был начаться в понедельник. Но батареи до сих пор холодные. Ученики в куртках и свитерах. У меня даже ноги замерзли. Дуже холодно. Когда снег выпадает, начинает влезать лед, тогда уже там включают. Начало отопительного сезона в Смеле срывают уже второй год подряд. Большую часть города с 2010-го отапливает частная компания «Смелый энергоинвест» по договору о совместной деятельности с местным теплокоммунэнерго. В этом году, как и в прошлом, частники вовремя не закупили лимиты на газ. Котельные с лета отрезаны от топлива за долги. А это 91 миллион гривен. Но власти спохватились только сейчас. Скажите, пожалуйста, какое решение было принято, когда начнется опаливание сезона? Вместо внятного ответа инициативная группа жителей услышала очередную перепалку между чиновниками. Исполняющий обязанности мэра успокаивает. Договор с частной компанией разорван. Тепло в ближайшие недели начнет подавать коммунальное предприятие. Нам сегодня-завтра дают лицензию на коммунальное предприятие. Потом мы затверджаем тарифы. Я думаю, что они будут найнижчими. И зайдем в коммунальное предприятие в опалив сезон. Зайти в новый отопительный сезон хотят участники. Смелые энергоинвесты уверяют, лимиты на газ у них есть. Котельные вот-вот подключат, а их долг нафтогаз реструктуризирует. И сетуют на бездействие местных властей. Дескать, те им тарифы не утверждают. Сейчас все мыло находится в договоре спільной деятельности. И оператором спільной деятельности являемся мы. Все зависит от решения Смелянской межской рады. В области от этой неразберихи хватаются за голову. И в то, что тепло скоро подадут в дома, не верят. Запуск коммунального предприятия поддерживают. Правда, не все так гладко, как кажется на первый взгляд. А это значит, что долг частной компании могут заложить в новый тариф на тепло, который в ближайшие дни собираются утверждать смелянские депутаты. Станислав Кухарчук, Белла Тимошенко. Подробности телеканал Интер, Черкасская область.